Свекровь требует, чтобы мы с мужем ее обследовали. Она больна. Все траты на нас и подбор врачей. Я везде договаривалась за нее. Теперь я против и с бронхитом задыхаюсь. Я в конфликте с собой. Спасибо вам за ваши лекции и ответы. Низкий вам поклон за вашу работу, Ирина Николаевна. Пожалуйста. Итак, свекрови недостаточно внимания. Значит, когда она на вас со стороны смотрит, она понимает, что ее сынок, сын, ваш муж относится к вам лучше, нежели чем к ней. Значит, вы становитесь персоной не очень в ее глазах. Ну, как-то достойной, наверное. Попробуйте понять. Это уже человеческие такие недостатки. Что такое недостаток? Нам чего-то недостает. Это обида. Обида работает, я даже сегодня себе шпаргалку написала, очень просто. Это когда на нас идет агрессия, такой, как удар, пренебрежение, не всегда даже высказанный, а такой ощущающийся, чувствующий, требование какое-то из расчета родственных связей. Это всегда идет на инцидентик в нашей памяти, где мы начинаем вот это размышлять или заматываться на тему справедливости и несправедливости. Со мной как же так? Это вот что-то похожее, что-то такое. То есть вызов наш на отрицательную эмоцию. Ваша свекровь, как женщина, скорее всего, недополучила того внимания или тех условий, или тех отношений, в которых вы со своим супругом находитесь. Значит, первое, что вам нужно выдохнуть. Вам нужно понять, что эта женщина, она, ну, немножко имеет недостаток внимания. Недостаток внимания решается, коль она мама, и она имеет какое-то влияние на вашего супруга, она будет достаточно динамично этим заниматься. Значит, еще раз сядьте со своим супругом и посчитайте, посмотрите, сбалансируйте опять ту ситуацию, в которой вы можете безболезненно, без ущерба для себя, финансово, по времени поучаствовать, то есть организовать то пресловутое исследование. Она же тоже живой человек. Мы все имеем свои недостатки, хотим или не хотим, мы все с ними как-то пытаемся кто-то справляться, а кто-то раздувать до неимоверных размеров. Просто приоритеты расставьте. Ваша семья для вас это достаточно дорогое, да, что-то такое ценное и дорогое. И это видно со стороны вашей отношения. Значит, если вы не дадите что-то, эта женщина, мама вашего супруга, она обидится, а обидится эта батарейка, батарейка, которая копит агрессию. И пока это зависимость, да, вот недостаток, я его кормила, я его поила, я его нянчила, я его учила, а теперь, а вот он ей, а мне нет. Это такой очень глубокий внутренний женский диалог о недостаточности, внимании, защищенности, безопасности. Это проецируется на сына, как на мужа, который был, не был там или что-то не додал. Вот для того, чтобы вам, по крайней мере, было попроще. Попроще. Это данность. В этой данности нужно поучаствовать. Но только не истерично и неврозно так, да, вот с претензиями, с условиями, с какими-то вот такими очень жесткими догмами, что будет так или не так, да. Не боритесь. А подумав, предложив, посоветовавшись супругам, найдите тот оптимальный вариант, который будет абсолютно вас устраивать, с одной стороны, а с другой стороны еще парочку, или мы это переносим, это время, или мы, значит, как-то чуть-чуть ограничиваем обследование, да, там, прохождение, количество врачей или количество нахождения, там, в амбулаторном или на больничном режиме как-то там, да. Вот три варианта вы все-таки продумаете из расчета, что мы можем это сделать, там, допустим, с весны, и это будет стоить столько-то, а сейчас вот ситуация такая. Мы можем сделать вот в этой клинике, а не в той, ну, туда чуть дальше, но мы готовы там оплатить такси, или супруг отвезет. Или мы как-то делаем основное по тем там условно-хроническим заболеваниям, которые сегодня явно видны, да, где присутствует уже боль, перешедшая за боль, заболевание, перешедшее в нормальную стадию, как визитная карточка человека. Ноги болят, голова болит, то болит. Это уже оправдание того, что вот я столько делала и получила вот это заболевание, да, ушли за боль. Но сначала с супругом поговорить. Вам ни в коем случае сейчас нельзя находиться по разные стороны баррикад, потому что, ну, и вы своих родителей любите, не любите, но хотим мы, не хотим, чувство долго присутствует, и эта кнопочка достаточно такого яркого красного цвета, и на нее можно надавить и пластырем прилепить, и она будет болеть. Чтобы не доводить до этого состояния, ни в коем случае не конфликтовать, сядьте сегодня вечером с супругом и просто решите, что вы можете сделать, когда вы это можете сделать, и в каком объеме вы можете помочь маме вашего супруга для того, чтобы она все-таки почувствовала вашу заботу и внимание и организованную безопасность с ваших двоих, да, с обеих сторон, с вашей семьи по отношению к ней. В противном случае вы, ну, в зависимости от ее свойств природы и жизненного пути, так или иначе вам будут, к сожалению, ну, тихо или мстить, или гадить. И не потому, что это вы, а потому, что она не получила то, что она хотела. Это не столько обследование, сколько внимание, забота и еще раз безопасность. Чувство нужности, пресловутое, когда я точно убеждена, что моими делами занимаются, тем более мной самой. Подумайте, это не так сложно, как кажется, только не эмоционируйте, а спокойно, со всеми фактическими на сегодняшний момент ресурсами вы просто правильно расставьте приоритеты и найдите оптимальный вариант. Предложите так, чтобы мама вашего супруга не смогла отказаться. Вы успокоитесь, она успокоится, вы организуете это, она пойдет за вниманием нескольких человек, медсестер, врачей и всех прочих. И вы как раз перед Новым годом будете в более или менее сбалансированном состоянии и обязательно эти деньги, ресурсы и время вам вернется, но вы не будете вот эту энтропию, энтропичность отношений запускать, потому что она незаметна, но она всепоглощающая по времени и всепоедающая, как ржавчина на любом металле. Вот этого не дают. Наоборот, окукливайте так, чтобы всегда можно было остановить вот это разрушение и направить в нужное русло. Тогда и семья сохранится, и отношения у вас будут прекрасные, достойные с вашим супругом. И мама получит то, что она хотела. Чуть-чуть мудрее будьте, чуть-чуть мудрее, и все обязательно получится. Женщина, жена для этого и создана, чтобы быть мудрой, спокойной, с милой улыбкой на лице, знать, что в ее руках счастье, и у нее все обязательно получится.